Вот, ребята, наконец-то Насте пришло письмо с АОК. Я думала, что в этой жизни этого всего не случится. Не произойдет, да. Но, наконец-то, это свершилось. Я еще такая говорю Аню, и выходим на улицу. Говорю, сегодня выходной день, праздничный день. В Германии, говорю, смысл, они будут письмо отправлять. Аня говорю, посмотри. Смотрю реально письмо. Думаю, ничего себе, АОК. Вот это чудеса бывают. Да, теперь Насте надо... Но это же еще не конец. С Настей теперь надо прийти регистрацию, сфотографироваться. Я это все онлайн пройду, сделаю. Вторая, вот это все, регистрация онлайн пройду. И самое обидное... И потом еще через неделю-две будет туда. Да, еще ждать карту. Самое обидное, говорю, что сколько времени... У меня пока до курса не было. Сколько я ждала этого АОК, чтобы пойти себе зубы сделать. А теперь придется справку, наверное, брать уже на курсах, чтобы освободиться и пойти сделать зубы. Ну, может, получится по времени так, что и подстроиться под курсом. Короче, увидим, вот такие дела, ребята. Сейчас мы идем сдавать центы. Да, покажем вам, сколько у нас центов собралось. Да, включим зубы в магазине. И как эта система будет присоединить. Вот, ребята, всем спасибо, кто писал про этот автомат ВРВ. Так что те, кто не знает, где можно сдать центы, то мы вам тоже говорим, что это ВРВ. Сейчас, вот, у нас приколка чек. Здесь у нас сундук. Куча мелочи. Смотрите, сколько у нас здесь центов. Я посчитала их дома. Где-то там 10-12 евро. Получится, да. Смотрим на экран. Нажимаем старт. И отправляем все наши монетки сюда. Наверное. Наверное. Хоть правильно делаю? Наверное, мучает. Настя, давай приведем. Смотри, внизу. Все, высыпаем. Смотри. Считаю. Считаю, считаю. Да, да, да. Может, рукой даже попробуем. Там оно застряло. Да я боюсь. Да, я, если ты боишься. Давай. Подправляй. Боже, Васька, а что такое звуть? А, да. Надо было так. Ну, перепуганное, понимаете. Это должно быть 12 евро. Да? Угу. Что, считает? Что? Да нет. Походу. Ну, я считала 10, а потом мы еще добавили. Может, комиссия уже посчиталась? Ребята, у нас сумма получилась здесь. Ну, переведи. Вот видите, как надо учить язык надо. Стоим, вот это переведи. Переведи. Вот такой вот чек. Блин. Что сейчас за... Расселяшим за день такой. Вот, комиссия, походу, евро... Ну, вот, комиссия была. Большая, да? Ну, евро 11, что, нормально. И теперь эти 10 евро мы можем обменять либо на деньги, либо оплатить. В общем, ребята, еще раз спасибо тем, кто написал, что в супермаркете РВ можно это сделать. Так что, кто не знал, пожалуйста, приходите и обменивайте ваши центики. В общем, знали мы мелочь. Оказывается, что магазины работают. Просто работают. Нет никаких выходных, как там все паниковали. Я все-все. Да, люди везде гуляют, прогуляются, как мол. Карнавала мы не увидели. Мне прислала наша знакомая. Она живет в центре. Она мне прислала там... Да, оказывается, был в центре. Видео. Прикольно, кстати. Тебе не показала еще. Нет, покажу. Вот, а сейчас мы идем к Любе. Ей нужен интернет украинский. Потом мы вам расскажем, с чем мы столкнулись с мобильными операторами украинскими. Какой... Они просто реально ведут себя, как мошенники. Да, очень нагло, как мошенники. Это точно. Может, даже что-то будет, поэтому включимся. Что-то будет. Ну, я думаю, может, будем разбираться с ними более подробнее. Поэтому включимся в дальнейшем. Идем дальше с Любой. Всем доброго вечера. Как вы можете увидеть, мы у нашей знакомой просто решили прогуляться, зайти к ней в устье. И что мы опять наблюдаем? Да-да, изменения. Как вы можете видеть, это живопись. Настоящая живопись. Сам Барон Мюнхгауса рисовал. На холсте. На холсте. Картина маслом. Такие прекрасные цветочки. Техника от чего? Бумазов. Это маска. Я не знаю этого. Мне подсказывать. Вы можете это услышать. Оценители могут это понять. Здесь где-то было подписово. Ценителям мы не знаем. Можете посмотреть. Подпис там есть. Я не вижу. Камера этого не передаст. Где я найду? Я думаю, вы оцените и напишите, что это очень красивая и прелестная картина. Нам очень понравилась. И поэтому мы думаем, что мы будем вешать где-то вот столик. И мы где-то вот повыше. Да, повесим. А, мы не заметили с тобой вот что еще. Это шкаф или что это? Мини-шкаф. Это под обувь, да. Такой мини-шкафчик. Там обувь можно. Такие ключики, что угодно. Что еще не показало? А это называется пенал. Кто знает, вот такой меренький, прикольненький пенальчик. Тут можете хранить вот такие чашечки. Вот симпатичные. Бавария отдали тоже бесплатно на немцы. Да. Мне очень нравится. Я говорю, Аня, давай найдем с тобой такой же. Это очень прекрасно. Спасибо. Я говорю, что украинцев ненавидят немцы. Да, очень прелестно. Нам это очень нравится. Все мной очень рады. Так что не пишите нам, пожалуйста, гадости. Немцы очень любят нас. Как вы можете понять, сейчас с них проходит карнавал. И они очень сильно поддерживают нас. Карнавал не связан? Не, ну связан. Не буду говорить с другом. Это пеналленно. Что вам еще показать? Я даже не знаю, что. Ну, пока что все прелести вы могли уже видеть. Ну, картина, это просто прелесть. Я думаю, что в следующий раз мы придем. А у вас есть мой лайк? Да, ребятам. Те, кто ходит, находится за границей, и кто хочет приключиться на E-SIM с физической картой на лайф, это очень-очень тяжело. Потому что лайф, во-первых, не берет трубку мы максимум два часа, да? Да. Мы где-то два часа набирали их. Мы не могли дозвониться никак. Они трубку не берут, сбрасывают нас. Мы не поймаем, что происходит. Почему так? Мы набираем. Девушка с вами разговаривает, говорит, подождите минуту, я с вами буду на связи. Подождите, мы ждем ее. И она, короче, уже потом проходит где-то пять минут. Вот, она возвращается на линию и берет, сбрасывает тупо трубку. После этого мы целый час обратно набираем в этот долбанный лайфселл. По-другому я не скажу. А как списывают по 50 гривен? Ну, я думаю, много кто знает, кто находится в Германии, не в Германии. И списывают по 50, по 100 гривен, если не больше. Ваня, была вообще ситуация, когда у нее было 600 гривен на лайфселе, и у нее 600 гривен вот так. Они тупо забрали все деньги, но мы решили эту ситуацию, там, конечно, угрозы были и так дальше. По-другому никак. Мандабанг решил эту проблему. Да, всегда нужно не просто там забыть об этом все, типа, а нужно разбираться, ребята. Такие у нас ситуации бывают. Пока что мы еще в гостях. Я думаю, выйдем на улицу, может, интереснее будет. Вот, и включимся с вами. Я не знаю, что еще вам рассказать. Еще находка года в Германии. Вот такие просто классные, вкуснейшие пельмени в Германии. Очень наших ребят советуют только вот такую фирму. Вот, запоминайте, вот этикеточка такая. Это продается кауфлэнди, 900 вот грамм. Уже все, вы потом их закидываете в кипяток, закидываете, варите. Там время все написано, сколько нужно варить. И просто прелестные, вкусные пельмешки. Чего ты смеешься? Спасибо вам еще раз за просмотр, за лайки, комментарии. Пишите, задавайте вопросы. Может, у вас какие-то конкретные вопросы по поводу Германии, по поводу жилья, мы подскажем. Потому что нам писала девушка. Мы ей как могли, тем и помогли. Гадости будем. Гадости, да, не пишите. Так что всем прелестного вечера и прекрасных в дальнейшем. О, дабы, прелестно. Прелестно? Прелестно.